Как ты считаешь, насколько в Молдове отличается интернет-маркетинг, допустим, от той же Украины, либо России? Я думаю, что Молдовия, он не развит. На текущий момент бюджеты, которые люди готовы вкладывать в интернет-маркетинг, они гораздо ниже, нежели, я бы сказал так, в России. В Украине, конечно, в связи с их политическим состоянием, там бюджеты уменьшились. Ну и в том числе, гораздо больше бюджета в той же самой Европе. У нас бюджеты гораздо меньше, и люди как бы ожидают получить за меньше денег гораздо больше результатов. Скажи, где самая дешевая реклама? Вот, допустим, у меня есть бюджет, там, допустим, там, X денег, вот, лучше всего, куда его вложить? Оффлайн реклама, если оффлайн, то какая? Либо это интернет какая-то реклама должна быть, либо это телевидение вообще. Вопрос от размера X, то есть какая-то сумма денег. Если это 100 долларов, то я бы сказал, лучше, скорее всего, вложить в фейсбук, в контекст рекламы фейсбук. То есть вот 100 долларов, там будет лучше всего смотреться. Если есть 5 тысяч долларов, то лучше вложиться в SEO. Почему? Потому что SEO, она даст результат на более длительной основе и гораздо больше результата. То есть все зависит от бюджета. Если 10 тысяч долларов, значит, нужно в SEO и в AdWords вкладываться, то есть и также из этого кусочек выделить для SEO. А в какой момент телевидение и радио? Телевидение и радио в реальности… Бибборды. Классы. Наши клиенты, которые приходят к нам, они в идеальности не пользуются этим. То есть или они уже до этого пользуются и к нам конкретно пришли за решением другой проблемы. То есть они пришли конкретно, чтобы мы их не интернет-проблему решили. То есть они пришли к нам для того, чтобы у сайта посещаемость повысилась. Они к нам пришли, допустим, для того, чтобы мы проанализировали, почему у сайта есть посещаемость, но нет денег. Это очень интересный момент. Хочу, потому что часто с сайтом можно посещаемость, но не быть заказов. И там есть довольно-таки банальные вещи, которые нужно проанализировать и исправить. Самая частая проблема, с которой приходит клиент к вам? Как заработать деньги в интернете, в принципе. Как? Вот как в Молдове заработать деньги в интернете? Ну, для того, чтобы заработать деньги в интернете, как минимум нужно вложить в интернет-деньги. Что, кстати, частая проблема. Многим людям кажется, что интернет – это такая сайта, в которой не нужно вкладывать деньги, для того, чтобы заработать в ней деньги. В реальность деньги нужно во все вкладывать. Как заработать? Ну, если это какой-то интернет-проект, то нужно заниматься SEO. То есть, если денег вообще ограничен в бюджет, то можно самому дома заниматься базовым SEO, можно заниматься на коленке. Когда это начинает какие-то деньги принести, то эти деньги нужно принести уже в компанию, которая решит твои проблемы. Скажи, вот кто не знает, что такое SEO и как он работает? SEO, как таковое, это процесс, в следствии которого ваш сайт будет находиться на первой позиции. Первая позиция в Гугле. Ну, то есть, мы в Молдове живем, у нас самое используемое поисковое стима – это Google. Соответственно, в процессе SEO мы заставляем Google ранжировать лучше ваш сайт. Аранжировать подразумевает, что, когда, представим, если человек идет купить квартиру, то ваш сайт будет на первом, втором или третьем месте. Соответственно, у вас будет посещаемость. С какими самыми частыми вопросами приходит к тебе клиент? Чаще всего клиент приходит с вопросом, почему мой сайт не приносит мне прибыли. И ответом является, скажем так, два варианта ответа. Первый вариант – есть какие-то проблемы в изобилии сайте сайта или, в принципе, есть проблемы, что сайтом никто никогда не занимался. Потому что очень часто, когда компания складывает бюджет, основная часть бюджета уходит на разработку сайта или продукта или, допустим, системы какой-то. И мало уходит, в принципе, бюджета на интеграцию, на то, чтобы, скажем так, это раскрутить, на то же самое интернет-маркетинг и так далее. Сколько в среднем стоит сайт в Молдове? Стоимость в Молдове колеблется буквально, я так думаю, от 50 евро до тысячи-полторы. То есть, скорее всего, 50 евро – это, наверное, сайт-визитка. Сайт – одностраничка, наверное, да? 50 евро – это, скорее всего, участник, которого себестоимость очень низкая, он может, сидя дома… На коленках. Да, на коленках, в принципе, делать какой-то сайт на готовом движке. Он просто скачивает шаблон, вставляет и говорит, вот, держите сайт. Вот это стоит, скорее всего, 50 евро. Скажи, а вот по анализу, самый дорогой сайт в Молдове какой? Разработка. Да. Ну, вот созданный сайт, я не знаю, какой-то компанией. Самый другой – в Молдове. Есть какая-то вот такая статистика? Ну, я слышал, что из официальных данных, ну, 5 тысяч евро, 10 тысяч евро… А что за сайт? Мы не будем называть бренды. Да? То есть, если 5 тысяч – это интернет-магазин или это про обычный сайт? Чаще всего это уже интернет-магазин, потому что такие, как бы, 5 тысяч евро уже, как бы, для сайта-визитки или корпоративной – это уже передоз. То есть, получается, если взять среднюю стоимость сайта, не лейнинга, не одностраничный сайт, а нормальный сайт – это где-то примерно 600-700 евро, да? Ну, да, 600-700. 600-700 евро. Хорошо. Сколько еще нужно денег для того, чтобы SEO сделать? Ну, вот сколько… Вот, допустим, я выделил там 700 евро на сайт. Сколько денег мне нужно выделить на интернет-рекламу? Ну, смотря, какой мы хотим получить прибыль. Если мы хотим действительно получить достойную прибыль, а могут мы, допустим, мы для своих проектов выделим довольно большие суммы денег. То есть, это колеблется от 1000 до 5000 евро в месяц. Да, давай уменьшим. Ну, если, допустим, у меня бюджет ограниченный. Ну, допустим, я потратил 700 евро на сайт, а теперь мне необходимо его как-то раскрутить. Сколько вот, допустим, в среднем мне нужно, чтобы уже что-то пошло? Для того, чтобы уже что-то пошло, опять-таки, то есть, если это совсем низкий бюджет, допустим, мы говорим там о 50 евро, то можно просто, опять-таки, попробовать использовать в Facebook контекстную рекламу, и за 50 евро какой-то базовый результат там можно будет получить. То есть, ну, какие-то еще 50 евро, которые мы можем заново инвестировать, еще 50 евро получить. Ну, где-то так работает. То есть, если у нас бюджет побольше, то лучше все-таки заниматься SEO. Почему? Потому что это более длительный результат и результат, который приносит гораздо больше, скажем так, целевых клиентов. Скажи, а вот SEO для всех компаний нужна? Абсолютно? Нет, не для всех компаний. SEO нужен тем компаниям, скажем так, продукт, который уже знают, и в том числе люди готовы воспользоваться им в интернете. То есть, если мы продаем, представим себе, к нам один раз пришел клиент, который продавал крем, не крем, масло от ржавчины на кораблях. SEO в данном случае это была бесполезная штука. То есть, и он к нам пришел следить, что он хочет SEO, он слышал, что это круто, мы его сказали, это вам не нужно. Почему? Потому что никто, ну вряд ли будет человек искать это в, скажем так, поисковой системе. Тем более, у него была именно инновационная разработка, которую никто не знал. То есть, в интернете человек будет сказать то, что он уже конкретно знает. Если он не знает этого, то тут, скорее всего, вообще баннерная реклама. Для того, чтобы вообще осведомить о том, что есть какой-то конкретный продукт. То есть, это те же самые, допустим, какой-то база или, скорее всего, это будет баннерная реклама. Почему? Потому что человек должен узнать, скажем так, о существовании данного продукта. То есть, если продукт известен, то да, в данном случае это SEO. Но второй момент является, что человек должен быть готов приобрести его в интернете или на основании полученных контактных данных позвонить. Потому что есть продукты, которые опять-таки, то есть, человек ну не будет их приобретать через интернет. Скажу, вот частый вопрос у многих предпринимателей, посмотреть в гугле, где на какой позиции находится его сайт. Вот часто это бывает, что ты находишься на пятой странице, где-то там, не знаю, внизу-внизу. Насколько важно, по этому мнению, быть на первой странице? Более скажу, даже не на первой странице, а в топ-5. Потому что, согласно последним аналитикам, дальше в пятом месте люди не уходят. То есть, ты хочешь сказать, что это не вторая страница, это первая страница? Первая страница? Первая страница. Первые пять строчек. Да, первые пять строчек, первая страница. Более того, если проанализировать наших клиентов, наши собственные проекты, как этишные, так и неэтишные, разница между первым и вторым местом буквально в два раза, объем заказов. То есть, если мы как бы представим все это цветы и мы по цветам на первом месте, то у нас будет три заказа в день. Если мы на втором, у нас будет два заказа в день. А с чем это связано? То есть, по идее, глаз он уже охватывает экран, и таким образом, ну, ты видишь страничку, там, ты видишь, ну, позиции восемь точно. Ну, обычно ты кликаешь первое, второе, третье, потом рассматриваешь. Либо ты человек кликнул первое и сразу же выбрал, и ему даже не нужно посмотреть. А тут же зависит, если у человека больше времени начинается сравнить, если у человека меньше времени, то он кликает на первое, и если он удовлетворен, тем, что он увидел, он готов это купить, в принципе. И, кстати, это самые чаще всего, ну, так скажем так, жирные заказы. То есть, когда ты на первом месте, самые интересные заказы. Почему? Потому что, чаще всего это, вот, по своей сфере могу сказать, чаще всего это человек, у которого есть деньги, и он, как бы, не разбирается, где как можно дешевле заказать, он не хочет кучу времени тратить. Он готов просто прийти, чтобы его проблемы ему решили. Соответственно, когда я на первом месте, я больше, гораздо денег зарабатываю, нежели на втором месте. То есть, правильно я тебя понимаю, все, кто относится уже ко второй, к третьей, к четвертой странице? Ну, в втором месте вообще люди уже не заходят давно. Очень давно люди не заходят туда, заходят там 0,5-1% примерно. С одиннадцатого места, то есть, это начало второго места, там, как бы, начинается уже смерть, в принципе, для бизнеса как такового. То есть, вообще, прибыль как такова, деньги, они лежат вообще, если быть детализирование, в первых трех позициях. Там лежит прибыль. То есть, если мы в первых трех позициях, мы получаем деньги. Если у нас нет первых трех, мы не получаем деньги. Я больше даже на первую позицию заходит не 100% людей, которые ввели это слово. То есть, если человек ввел купить автомобиль, представим себе, ввело тысячу человек, на первое даже место не заходит тысяча человек, на первое место заходит примерно 650-750 человек. То есть, уже на первое место там не заходит просто 30% людей. Хорошо. Окей. Если, допустим, взять, что я хочу быть среди вот этой тройки, что мне нужно сделать? Есть два варианта. Первый, вы можете обучаться самостоятельно, как раскручивать сайт, и база вещей действительно получится. Вполне возможно, даст возможность стартануть как-то. Ну, если вообще нету на денег. Ну, второй вариант, в принципе, пойти в профессиональную какую-то компанию, которая, как бы, сможет добиться результата. Почему? Потому что у компании есть опыт, что самое главное. То есть, когда ты сам занимаешься, ты можешь добиться, я так догадываюсь, но это займет порядка, там, трех-четырех лет. То есть, когда ты, как бы, придешь просто в компанию, это займет меньше времени, займет полгода, допустим. То есть, SEO – это вот то, что ты только что сказал? Да. SEO – это, как бы, заставить Google думать, что твой сайт очень интересен. И тут есть очень важный умение. Если твой сайт реально не интересен, мы не сможем сделать, чтобы он остался на первом месте. Он его выведет на первое место, он его там оставит месяц, два, и дальше он выкинет его. А каким образом Google понимает, что вот этот сайт интересен, а вот этот сайт неинтересен? Google анализирует поведенческие факторы человека. То есть, он анализирует все, что человек делает на страничке, куда он кликнул, сколько он времени провел, заказал ли он, перешел ли он по другим страничкам и так далее, и так далее. То есть, перешел ли он, в принципе, заново в поиск. Потому что, если человек заново, то есть, есть такая самая главная страшная вещь, как бы для SEO-шек, это показатель отказов высокий. Что такое показатель отказов? Это, если человек в коротком проведении, закрыл страничку и заново это же самое слово, ну, допустим, купить автомобиль, ввел заново в поисковую систему. Google анализирует, что предыдущий сайт был закрыт, и ставят этому как бы сайту, скажем так, галочку, что оп, сайт неинтересен этому пользователю. Если таких пользователей даже за день будет большое количество, на второй день этот сайт уже не будет на первом месте. То есть, там на текущий момент Google уже ранжирование в режиме реального времени происходит. То есть, если один, два, три, пять человек подряд отказал, то на второй даже час этот сайт уже не будет на первом месте. Многие думают о том, как заработать денег в интернете. Ты можешь это как степ-бай-степ, что необходимо сделать для того, чтобы заработать денег в интернете? Какие существуют способы? Я думаю, что в интернете также сложно деньги заработать, как и в реальном бизнесе. То есть, люди, которые прибегают в интернет с горящими глазами, что здесь легкие деньги, они чаще всего довольно-таки серьезно ошибаются. Вот здесь тоже, также, в принципе, тяжелые деньги. Но и если мы не берем, скажем так, специфичные сферы, типа азартные, ну, допустим, казино онлайн и так далее. То есть, если стилистические сферы взять, то здесь также довольно тяжело деньги заработать, как и в реальном бизнесе. Какие бы советы были? Ну, в первую очередь, если хочется обращаться к подрядчику, то нужно правильно выбирать подрядчика. Если хочется самому, то перед тем, как начать это все вообще, что-то вкладывать, усилий и так далее, нужно проанализировать. Анализ. То есть, вот этот базовый этап анализа, как бы, он чаще всего отсутствует. И вследствие этого, как допускаются большие ошибки. То есть, в первую очередь, нужно все проанализировать. И на основании проанализируемой информации, сложить циферки и вообще понять, имеет ли смысл это делать. Что я чаще всего встречал, когда ко мне люди приходили, они говорили, ну, я деньги бы зарабатывал. Я задал вопрос, а сколько ты должен вообще продать вот при такой вот наценке, чтобы вообще заработать деньги? И человек начинал считать, он понимает, что такое нереально вообще достичь Молдовы. То есть, нужно просчитать все. Аудит. То есть, нужно заняться аудитом, анализом, вообще имеет ли это смысл и так далее.